Сотрудники Росгвардии, патрульно-постовой службы и участковой в скором времени будут обеспечивать безопасность микрорайона Люберце. Это стало известно на встрече инициативной группы с представителями власти. Мероприятие прошло в местной администрации. Какие еще были приняты решения, расскажет наш корреспондент. Иногда кажется, что наш район очень благополучный, что на самом деле не так у нас и угоны, и у нас и правонарушения, у нас по 16 человек в квартирах живут. Работа с участковыми сложная. Участковые часто говорят, что заявление не писать бесполезно, все равно это все в песок. И поэтому получается, что по статистике вроде неплохо, но на самом деле у нас тяжелая ситуация, криминогенная. Вопрос безопасности в ЖК Люберце – главная тема, волнующая жителей микрорайона. Открытие опорного пункта полиции, как было обещано в начале года, так и не состоялось. Жилой массив продолжает обслуживать Ухтомский отдел МВД, что значительно влияет на оперативность работы сотрудников правопорядка. Однако Люберчан заверили, к середине февраля ситуация изменится. Планируется открытие участкового пункта полиции по адресу город Выбраться, улица Дружбы, дом 7, строение 1. То есть помещение полностью готово к сдаче в эксплуатацию, помещение полностью оборудовано. Там будут находиться два участковых управномоченных полиции, которые будут работать в две смены. К данному участковому пункту полиции будет прикреплен наряд патрульно-постовой службы полиции, который будет задействован в рамках использования комплексных сил. И сейчас решается вопрос о выделении туда же микрорайона самолет экипажа Росгвардии. А в дальнейшей перспективе – открытие в микрорайоне территориального отдела полиции. Кроме того, глава округа обязал участковых уполномоченных быть всегда на связи с населением. Для этого полицейские заведут аккаунты в социальных сетях. Другая, не менее важная для жителей тема – транспортная доступность. Так люберчане пожаловались, что сроки реализации проекта по расширению Зенинского шоссе снова перенеслись. Мы получаем информацию о переносе на март. Сейчас март на носу, но неизвестно, что вообще будет. И наш СРН опять парализован. Если вы посмотрите Яндекс.Карты, что творится у нас, и даже днем в обе стороны все стоит. По словам Сергея Плитова, начальника транспортного управления, в данный момент на Зенинском шоссе ведутся работы по геодезии. Напомним, эту дорогу расширят до четырех полос. Также проведут капитальный ремонт моста через реку Пехорка. Летом текущего года планируется завершение проектирования. После этого приступят к строительству. Это не удовольствие, они быстрые и не дешевые. Но стоит задача до конца года с этим работать и справиться. Кроме того, проектам предусмотрят создание тротуаров, что тоже очень волнует всех пешеходов. Что касается открытия новых образовательных объектов, то здесь сроки соблюдаются строго. Второй детский сад на 280 мест откроется в октябре 2018-го. Третий ровно через год после этого. А еще одна школа распахнет свои двери 1 сентября 2019-го. Кроме того, на встрече с инициативной группой ЖК Люберца были решены вопросы по расчистке микрорайона от снега, организации нового парковочного пространства. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.